МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В районе Одесской области также засыпалось снегом, а вот в городе сугробов пока нет. Но есть и хорошие новости. Сегодня вся Украина отмечает День Святого Николая, покровителей детей. В этот праздник по традиции детям кладут сладости под подушку, да и взрослые также могут обменяться подарками. В честь праздника в городе в Одессе и в Киеве будут зажжены новогодние елки. Прямые трансляции этих событий вы сможете смотреть на нашем канале. Ну а пока эти трансляции будут идти, мы будем говорить в студии о не совсем праздничной, но, тем не менее, очень важной теме. Теме того, как поддержать иммунитет в зимнее время и как уберечься от инфекций, которые сейчас распространяются, в частности, от вирусов гриппа и кори. Говорить об этом будем с моими гостями. У нас в студии Роман Эсеник, депутат Одесского областного совета. Здравствуйте. И Дмитрий Самофалов, педиатр. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер. Ну, начнем, наверное, с вопроса вам, Дмитрий. Действительно, сейчас очень много появляется новостей о том, что и вспышка кори снова, да, после летнего периода опять возобновились случаи кори, и грипп бушует. Как, насколько часто к вам обращаются люди с этими заболеваниями, и что вы им первым делом советуете? Ну, распознать сразу, предположим, корь, пока не появились высыпания, невозможно, потому что корь начинается с высокой температуры, так же, как, собственно, и грипп. И здесь вопросов нет. Если у ребенка есть высокая температура, то он требует наблюдения, осмотра инфекциониста он требует. И если есть признаки интоксикации, то возможны госпитализации в стационар для поддерживающего и симптоматического лечения. В частности, от гриппа и кори существуют прививки, поэтому мы запускаем голосование. Вы, уважаемые зрители, можете позвонить и ответить на вопрос, делаете ли вы прививки от гриппа и или кори. Отвечайте «да», «нет», а также звоните в нашу студию по телефону 726-3326 и задавайте вопросы нашим экспертам. Ну и, опять-таки, вопрос про прививки. Вот насколько действительно действенно делать прививку, скажем, от гриппа? Потому что, насколько я понимаю, штаммы гриппа меняются каждый год. И есть ли вообще в этом смысл? Ну, смысл однозначно есть. Я сразу так оговорюсь, я привит от кори, мой ребенок привит от кори, привит от гриппа. Я прививаюсь от гриппа однозначно, потому что, будучи врачом и врачом приемного отделения, когда, например, дежурство, я принимаю 20-30 детей, иногда больше, плюс я преподаю в университете, поэтому я постоянно общаюсь с большим количеством людей. И единственная защита, которая реально работает и которую мы можем себе позволить, это действительно прививка. Другая защита – это отселиться на необитаемый остров. К сожалению, работа мне не позволяет такой роскоши, поэтому каждый год я делаю себе прививку от гриппа. Корь не нуждается в такой частой ревакцинации, в принципе, по нынешнему календарю два раза. В год и в шесть лет этого считается достаточно для того, чтобы выработать хороший иммунитет. Да, прививка работает. То, что штаммы разные, да, в какой-то мере все время я слышу эту идею, что штаммы разные, но на самом деле вот эти штаммы, они складываются всего лишь из нескольких типов генов, поэтому все равно прививка работает. Да, мы все разные, разные нации, разные люди, разные страны, но мы все люди и имеем примерно одинаковый генетический материал. А вот эта история про то, что я сделал прививку, и мне стало еще хуже, то есть как часто в практике такое бывает, что человек хочет привиться от заболевания, а в итоге заболевает? Не до конца понял вопрос. Конечно, прививка, как и любой медицинский препарат, имеет какое-то количество побочных эффектов. Это в первую очередь, и как бы наиболее частый эффект, это аллергия, и у человека может развиться аллергия, хотя это бывает довольно редко, значительно реже, например, чем на антибиотике или даже на тот же аспирин. Я уже молчу о ракообразных или арахисе, которые в десятки раз чаще вызывают аллергию, чем прививки. Вот, конечно, есть какой-то объем аллергических реакций, есть какой-то объем побочных реакций, как и любое другое лекарство. Я говорила о том, что лично я знаю истории, когда люди говорили, вот я в этом году, в прошлом году сделал прививку от гриппа, вроде бы не болел, а в этом не делал, и заболел так, как не болел там последние 5 лет. Вы наоборот имеете в виду, в прошлом году не делал, а в этом году сделал. Ну, опять же, прививка... Смотрите, в чем суть прививки? Прививка — это тренировка нашего иммунитета, грубо говоря. То есть за счет прививки, благодаря прививке, наш иммунитет вырабатывает какие-то определенные навыки самообороны, скажем так, да? Мы можем сказать, что я никогда не тренировался и никогда не встречал бандитов. А вот в этом году я пошел на тренировки, меня научили драться, и я встретил бандитов. Но, опять же, во-первых, прививка — это только средство достижения этого иммунитета. Но иммунитет — это то, что развивает наш организм. Мы не можем сказать у человека нормальный иммунитет, хороший иммунитет, плохой иммунитет. Мы не можем сказать, сработала эта прививка или нет, потому что все равно определенный процент прививок не срабатывает. Иммунитет человека просто не развился. Так бывает. Вот. У него может быть провал иммунитета, может быть неправильно введенная вакцина. Такое тоже, к сожалению, сейчас уже редко, с учетом большого количества тренировок медперсонала, случается, но тем не менее случается. Но заранее о таких вещах не узнаешь. Не узнаешь. Нет, непредсказуемо. Более того, на любую вакцину примерно 5-7% населения не вырабатывает иммунитет. Роман, тогда вопрос к вам. Медицинскую часть обсудили. Часть, может быть, законодательная или бюрократическая. В эфире 7-го канала Максим Степанов, в частности, говорил о том, что деньги области на сыворотки, в частности от бутулизма или от полиэмилита, есть, но они почему-то не распределяются, к нам не приходят. И даже была такая новость о том, что украинцам, скажем так, рекомендуют искать редкие какие-то вакцины и прививки за рубежом. А почему так получается? Почему, вот, вы как депутат, объясните, где загвоздка сидит в этой системе? Ну, решить этот вопрос одним решением какого-то вопроса невозможно. Это такая порука проблем и требует вообще изменения всей сферы здравоохранения. Но я вот хочу вернуться к прививкам. Я отношусь к тем людям, которые в детстве избегали всячески, убегали от этих прививок и так далее. Я всегда не доверял этому делу и по сей день этим, ну, то есть никогда прививки не принимал. Но абсолютно с вами согласен, что это нужно делать, особенно в нынешних условиях, потому что у детей слабый иммунитет, особенно тем людям, которые непосредственно часто общаются и с детьми, и с большим количеством людей. Это обязательно. Насколько мне известно, в области с прививками на сегодняшний день такой острой проблемы нет, потому что не все обращаются за ними. То есть есть родители, которые идут самостоятельно, покупают и самостоятельно, то есть, ну, там, и колят эти прививки, а есть те, кто сознательно идут в детскую больницу или взрослую и прививаются. Поэтому, что касается с прививками от гриппа и от кори, острой проблемы нет. А что касается с вакцинами по экстренным, вот то, о чем мы с вами говорим, есть огромнейшая проблема. Она уже существует, наверное, не первый год, особенно вот с БЦЖ, насколько я помню, была острая проблема. Вся проблема в том, что здесь кроется бизнес. Министерство здравоохранения не сертифицирует определенные вакцины, потому что они очень дорого стоят, и в результате реализовать их невыгодно тем людям, которые поставляют. То есть сама сертификация стоит... Она очень дорогая, и поэтому не все, скажем так, поставщики хотят покупать эти вакцины. Кроме этого, почему вот то, что говорил Максим Степанов, на сегодняшний день Украина получает вот эти вот вакцины, то есть есть два, если не сертифицированные, есть два способа. Это гуманитарная помощь, и это единоличное решение МОЗа о разрешении завоза этой вакцины. Так вот, на сегодняшний день, насколько мне известно, МОЗ договорился о том, чтобы Индия поставила нам гуманитарную помощь и привезла те необходимые вакцины, которые вот являются, если я правильно выражусь, вот в календаре экстренных вот этих вот вакцин. И на сегодняшний день даже пустили письмо с МОЗа в областную государственную администрацию, что такие вакцины есть, и что скоро они придут в область, но, к сожалению, их до сих пор нету. И об этом говорит и начальник управления здравоохранения областной администрации, об этом переживают, потому что это же колоссальная проблема, это же не конкретно одна болезнь. То есть даже возьмите банально в селе те же укусы змеи, пауков и так далее, где срочно нужно. Это даже, это не привив, как правильно мы вот перед эфиром говорили, это непосредственная вакцина, которая решает, то есть она как лекарство. То есть проблема в том, что это случается редко, да, то есть не всех они всегда кусают змеи, но если уже это случилось, то времени не будет. Да, то есть у нас есть там определенное время, оно, то есть если уколоть вакцину, то человек будет жить, а если не уколоть, то вероятность, что человек умрет, очень высока. Ну, если я правильно выражаюсь. Ну, можно я прокомментирую? Не надо даже говорить о змеях и о пауках. У нас есть большой пласт экстренной вакцинации, это вакцины от бешенства, которые иногда с ними бывают действительно проблемы. И, как я понимаю, я, естественно, не знаю, как денежные потоки идут, но, как я понимаю, проблема заключается в перенаправлении, скажем так. Если раньше мы получали многие из этих вакцин из России, например, то сейчас мы ищем пути получения их из Индии или других стран, и это создает проблемы. И какое-то время, да, действительно был провал, провал по сывороткам некоторым экстренам, и действительно иногда бывает напряженность по поводу вакцин от бешенства. Это действительно что касается экстренной профилактики. Ну, вот что касается проблемы закупок, то она существует в том плане, что мы, даже имея областные деньги, городские деньги, мы не имеем права их закупать. Почему? Потому что это имеет такое право монополии Министерства здравоохранения, и только при наличии вот этих вот сертификатов их можно закупать. Это как определенные квоты, да? Да, у нас же, помните, как в прошлом году было, страна выделила порядка 4 миллиардов гривен на закупку ряда медикаментов, там подписали договора с европейскими институциями, нам сказали, что поставят, при результате из закупленных 70% в Украину пришло всего 16. А куда делись остальные? Ну, вот понимаете, куда, почему, я как представитель там оппозиции, я говорю, что это недобросовестная работа МОЗа, которая приводит к таким результатам, потому что по-другому, но это преступление. Может, как-то объясняет это или нет? Более того, я вам скажу, что из тех, может быть, вот если врач на практике знает, что из тех лекарств, которые пришли, большая часть из них уже была просрочена, а все из-за того, что, к сожалению, вот эта вот бюрократическая проволочка, туда отправили деньги, закупили, пока определились, кто их привезет, то есть это бизнес, к сожалению, который настолько дорог, что, ну, к сожалению, от этого умирают люди. Но об этом никто не думает. Вот в чем проблема. Что должно случиться, чтобы этот бизнес перестал существовать? Ну, или как минимум не мешал получать сыворотки вакцины? Ну, я думаю, что в первую очередь должна быть государственная воля, политическая воля наших госслужащих. Во-вторых, нужно, ну, понимаете, все тянется, то есть должны отвечать за свои поступки. Если у нас исполняющая обязанности министра, и она, то есть получила на правах... она ни за что не отвечает, у нее там как бы... Ну, она исполняет обязанности, она даже не отвечает. Кроме этого, даже если есть проблемы, то должна работать прокуратура, должны пойти дела в суд, суд должен принять справедливое решение из-за невыполнения своих служебных обязанностей, из-за коррупции, из-за всего остального, и должны просто люди отбывать наказание. Вот когда эта цепочка будет выстроена по правде, по честности, то тогда будет работать все сферы. У нас же не только проблемы в здравоохранении. Ну, раз уж вы, Роман, затронули исполняющие обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун, давайте послушаем ее мнение. Она публиковала пост в Фейсбуке по поводу использования иммуномодуляторов. Вот, собственно, что она сказала. Чаревных пигулок, что посилюют иммунитет за лечені секунди, не иснует. Зміцнювати иммунитет иммуномодуляторами – это как прискорювать работу компьютера молотком, вважает семейный лікар Евген Гончар. Такая группа препаратов в Украине часто используется не за призначением. До иммуномодуляторів относятся иммуностимуляторы и иммунодепрессанты. Эти препараты используются при серьезных заболеваниях, например, онкологии или трансплантации органов. В Одночас в Украине иммуномодуляторами часто называют лекарские средства, которые начебто помогают одужать пациенту с ГРА или гриппом. Натомість досі немає переконливых доказов, что это правда. Дмитрий, сначала вопрос к вам, как к врачу. Согласны ли вы с мнением Ульяны Супрун по поводу того, что иммуномодуляторы не стоит использовать при ОРВИ-гриппе? Конечно, их вообще не стоит использовать. Это препараты, которые не имеют доказательного действия. Это препараты, которые не используются в медицине, скажем так, развитых стран. Это препараты, которые зачастую за рубежом регистрируются как добавки пищевые. Многие из них, не все. Потому что, например, во Франции там очень популярный иммуномодулятор. Одни из производителей являются французы. Французы, несмотря на полное отсутствие доказательной базы, на то, что врачи, на то, что ученые пытаются донести до народу мысль о том, что препараты от иммуномодулятора, препараты, которые у нас называются противовирусными препаратами, ну, чтобы не нарушать чьих-то прав, не хочу их называть, но противовирусных препаратов существует в мире очень мало. Это препараты от гепатита С, это препараты от ВИЧ-инфекции, от Герпеса. Есть препараты от гриппа, действительно. Вот. Но это совсем не то, что у нас обычно продается в аптеках в качестве противовирусных иммуномодуляторов, якобы. Во-первых, модулировать. Вот здесь как раз вопрос, что модулировать, вообще воздействовать на иммунитет, нужно, когда это показано. Я еще раз говорю, что никто никогда не проводил исследований того иммунитета. Кроме того, если уже говорить о действительно иммунодефицитах, вот там говорят, вот осенью иммунитет ослабленный, или зимой иммунитет ослабленный. Иммунитет ослабленный, это когда-либо первичный иммунодефицит, либо вторичный, такой как вирус СПИДа, например. И мы все знаем, что случается с людьми, которых не лечат, не поддерживают, у которых действительно ослабленный иммунитет. Поэтому, когда начинают поддерживать иммунитет, это не более чем эффект плацебо. Настоящие препараты, которые действительно создают иммунитет, это вакцины. И когда мы, то, о чем мы собрали здесь поговорить, да, вот сейчас, в периоде сейчас, это вакцины от гриппа, которыми полностью обеспечены мы на данный момент, причем как аптеки, так и я знаю, что и в поликлиниках они есть, так и вакцины от кори, которые тоже мы полностью обеспечены, есть, они в поликлиниках, есть в аптеке, то есть не составляет проблемы привиться и действительно смодулировать вот этот вот иммунитет на этот период. А я напомню нашим зрителям, что онлайн-голосование у нас продолжается, вопрос звучит так, делаете ли вы прививки от гриппа и или кори? Отвечайте да, нет, и звоните к нам в студию, если у вас есть вопросы к нашим экспертам. Роман, теперь ваше мнение хочется услышать по поводу заявления Ульяны Супру. Ну, вы знаете, я, наверное, вряд ли отвечу лучше, чем доктор, что я не специалист в этих медикаментах, но меня волнует в принципе вся сфера здравоохранения, потому что у меня был недавно случай, надо было вызвать скорую, сделать один укол, который обезболивающий. Я спрашиваю, ребят, как вы смотрите на медицинскую реформу? У нас же сейчас тут три года уже что-то делают. Они говорят, ну как, вот сегодня мы к вам приехали сделать укол, а вот с Нового года мы уже к вам не приедем. К вам приедет группа парамедиков, возьмет вас, посадит в скорую, отвезет в больничку, а там вас примет семейный врач, которому вы будете рассказывать, и это все затянется. Поэтому это большая проблема, и никто не отрицает, и я в том числе, что реформа медицинская нужна. Мы все знаем, все ходим в больницы, все платим деньги за обслуживание, но государство вместо того, чтобы нам облегчить эту участь, говорит, ну вы же все равно платите, ну так теперь будете платить официально. И я вот не знаю, но с кем я общаюсь с медиками, они говорят, вот у нас все реформы, которые реализуются, они говорят, вот вместо того, чтобы нам как-то облегчить жизнь, нам создают такие условия, когда нам надо пристосовываться к тем вещам, которые предлагаются с Киева. То есть если сейчас идет этап формирования реформы первой наиланки, где идет речь о селе, о ФАПах и так далее, то в будущем нас ждет еще более серьезная реформа, когда пациентам придется, кстати, этого типового даже договора нету, который надо его подписывать вместе с семейным врачом, чтобы тот потом вас обслуживал. А как, например, говорить, если мне не понравился семейный врач, если я не хочу у него обслуживаться, если он меня водит за нос для того, чтобы забрать у государства свои 370 гривен из пациента. Это большая проблема. О поводу стоимости услуг, в том числе прививок, поговорим чуть позже, а пока предлагаю посмотреть небольшой сюжет о том, что грипп и корь делают с людьми. Небольшая инфографика. Ежегодно от осложнений гриппа в мире умирают 650 тысяч человек. Медики прогнозируют вспышку гриппа в Украине на конец декабря 2017-го, начало января 2018-го года. В Одесской области ситуация с корью и гриппом ухудшается каждую неделю. Симптомы кори, гриппа и ОРВИ схожи. Высокая температура, кашель, слезятся глаза. Также может появиться конъюнктивит. Корь проявляется еще сыпью. Дмитрий, вопрос к вам, как к врачу. Сколько сейчас могут стоить прививки, в том числе от гриппа, от кори, вот если я приду, скажем, сделать ее ребенку или себе? Ну, насколько я знаю, в поликлинике прививки от кори, как и прививки, такие как коклюш-дифтериастол, у меня к детям обеспечиваются бесплатно. Если у вас есть потребность, опять же, прививки есть, например, разные. Если мы говорим о коре, ну, в общем-то, и о гриппе, на сегодняшний день в Украине, насколько я знаю, зарегистрирован только один тип вакцин, поэтому выбор, как бы, у нас невелик. Хотя вакцины действительно качественные, вот от кори, это бельгийская вакцина, достаточно высококачественная. Если мы говорим, например, о других, так, как коклюш-дифтериастол, их существует на сегодняшний день на рынке три вакцины, и если у вас есть потребность и желание выбрать французскую, предположим, вакцину, вы можете это сделать, имеете на это право. Средняя цена прививки, опять же, зависит от прививки. Я прививал, когда себе грипп, вакцина от гриппа стоила порядка 300 гривен. Коклюш-дифтериастол, Дняк стоит дороже. Опять же, вопрос в том, где вы прививаете. Прививаете вы к государственной поликлинике? Здесь вопрос бесплатности медицинской помощи. Прививаете вы в частной поликлинике? Я знаю, что цена за прививку достигает даже 3, 4 и 5 тысяч гривен, я слышал от своих пациентов. При этом качество вакцин, в принципе, не отличается. Вакцина та же самая. Тут просто вопрос в том, насколько вам окажут, как это называется, внимание, да? То есть, хотите вы прививаться в поликлинике, покрашенной советской краской, или хотите вы прививаться в мегаполиклинике, но мы знаем, что сейчас уже, по крайней мере, две государственных поликлиники городских очень высокого уровня. А вы работаете в частной клинике? Я работаю в областной детской клинической больнице, и я работаю на кафедре детского медицины. Просто вы озвучили, что вам инфекцина обошлась 300 гривен. Вот мне просто интересно. Вам она должна быть бесплатна, как, во-первых, врачу в поликлинике, как сотруднику? Да, действительно, корь я привил бесплатно. Мне привили на работе. Корь и коклюш дифтерия столбняк мне привили бесплатно. Я в этом году привил. А грипп я просто не стал ждать, потому что, в принципе, вакцинальная кампания для врачей началась несколько позже. Я знаю, что Облздрав закупил какой-то объем вакцин для врачей, но я еще раз говорю, я не рискнул ждать, потому что прием, потому что студенты, хотя официально мы еще не вошли в эпидемию гриппа, но я решил, что мне будет проще и безопаснее сделать это. А врачи в обязательном порядке должны проходить все эти прививки? Никто не проходит медицинское вмешательство в обязательном порядке, если он не угрожает обществу. У нас есть права, и наше первое, первостепенное право, это получать или отказываться от медицинской помощи. По поводу того, решать или не решать делать прививку от кори, собственно, есть у нас небольшой сюжет по поводу повышения, собственно, заболеваемости кори, и о том, что многие люди все-таки отказываются делать прививки. Давайте этот сюжет посмотрим. Осенне-зимний период, сезонный подъем заболевания корью. В этом году только с октября по ноябрь случаи инфицирования выросли в два раза. Интенсивность заболевания почти достигла начального показателя вспышки за июль. В октябре было зарегистрировано 103 случая, то в ноябре это уже 201. Причем интенсивный показатель на 100 тысяч населения, он составляет 8,4, такой же, как и был при начале вспышки. Календарная вакцинация прошла успешно, а вот экстренная в связи со вспышкой имеет меньше спроса. К примеру, среди школьников из 45 тысяч детей по плану привили лишь более половины при достаточном уровне вакцинации 95%. Среди детей до 6 лет ситуация примерно такая же. В основном отказ от вакцины аргументируют недоверием к прививкам в целом. Однако врачи уверяют, что это безопасно. Это самая безопасная, самая такая вот спокойная с моей точки зрения вакцина, которая по сути не дает никаких реакций. Дмитрий, вот вы как врач, что бы вы могли посоветовать родителям, которые говорят, нет, я не буду прививать своего ребенка, прививки это опасно и вообще не буду. Ну, нам так, наверное, нельзя шутить, но я себе как частное лицо позволю. Говорят, что можно не прививать всех детей, только тех, которых хотите оставить. Угу. Оптимистично. Понимаете, ситуация какая? На самом деле комплексность, комплексность подхода снижает, да? Прививки играют свою роль, свою роль играют гигиенические мероприятия, свою роль играет в том числе развитие иммунитета. Его действительно можно развивать, там, прогулки, свежий воздух, проветривание. Свою роль играет хорошие эпидемиологические мероприятия, которые у нас, к сожалению, не всегда выдерживаются. Но заменить чем-то прививку, к сожалению, это невозможно. Более того, как бы сталкиваясь, например, с антипрививочниками, очень они не любят, когда им упоминают про оспу. Им всегда говорят, вот вы врачи, вы все время оспой, значит, в лицо. Но на самом деле, помимо оспы, которая элиминирована полностью, мы еще знаем о том, что полиомиелит практически не встречается. Таких все-таки кори, дифтерии стало значительно меньше, да? Некоторые заболевания практически невозможно побороть, даже имея прививку. Опять же, есть понятие такое, как индивидуальный иммунитет. То есть я привился, я натренировал свою армию, но есть понятие коллективный иммунитет. Если все остальные не тренировали, и вспышка кори будет, то все равно шанс заболеть у меня есть. Поэтому, к сожалению, альтернативы прививкам нет. Хотел бы добавить, но вот все, в принципе, правильно, но надо говорить о том, что люди не доверяют прививке, люди не доверяют медицине, люди боятся отдать доктору своего ребенка. По ряду причин. Не потому что доктор может быть непрофессиональный, а потому что, опять же, вот советская краска. Там не убрано, там все страшно, там непонятно какая. То есть мы видим в интернете ролики, где люди открывают медикаменты, а у них пусто, понимаете? То есть с чего они сделаны? Для того, чтобы родители и люди поверили, нужно проводить определенную информационную политику. Депутаты областного совета должны проводить такую политику? Может быть, и да. Или каким-то образом способствуют? Вот если вы знаете, что проблема есть, что вы можете сделать? Может быть, и да, но в первую очередь я считаю, что это должна быть государственная программа. Например, там назвать ее «Здоровая нация», да? Когда формируются определенные, там, когда приходит доктор в класс, рассказывает детям, что нужно делать, как нужно себя защищать от болезни, от того, от сего. Когда родителям это объясняют, когда по телевизору идут какие-то там информационные, то есть идет какая-то пропаганда здорового образа жизни. Не только там не бойтесь врача, приходите, прививайтесь, но еще и не забывайте там о спорте, не забывайте там о правильном питании, мойте руки, чистите зубы и так далее. Понимаете, вот это весь комплекс. А у нас так сложилось, что государство отстранилось от проблем людей, и получается, что тот, кто хочет за себя как-то и может, что самое главное, потому что вы же прекрасно знаете, жизнь стала намного дороже, и позволить себе качественную медицину, качественные медикаменты крайне сложно, особенно людям, которые работают на минимальную заработную плату. Так вот, для того, чтобы это все сложилось, нужно проводить определенную работу. Ее никто не проводит. У нас-то получается, тот, кто хочет жить как-то за собой следить, тот и берет ребенка, ищет хорошего врача, показывает, консультируется, спрашивает. Врач говорит, надо так, 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 и он и так делает. А все остальные, кто так не думает, кто не переживает, у них либо выхода нет, либо они об этом вообще не думают, потому что есть, кроме этих проблем, другие проблемы. То есть у нас по принципу, знаете, случилось, надо решать. А посмотреть наперед и вот сделать прививку, об этом не все думают. Вот, к сожалению, проблема. На самом деле полностью с вами согласен. И вот здесь я хочу как раз оговориться, что реформа помимо первички, на которой все внимание заострено, как противников, так и сторонников, потому что это действительно, знаете, вот как с реформой полиции. Что мы увидели? Мы увидели новую форму. Как она была продумана, мало кто об этом думал. Вот то же самое и здесь. Дело в том, что новая реформа включает в себя создание такой структуры, и он уже создан, как центр громадского здоровья, который будет заниматься, который включит в себя санстанцию. Опять же, критика идет, что уничтожили санстанцию, да. Но на самом деле ее не уничтожили. Ее пытаются изменить вот в эти центры громадского здоровья. Public health такая структура, которая во всем мире играет колоссальную роль. Причем я хочу, чтобы вот тоже все понимали, что ни один самый гениальный хирург, как бы прекрасно он не оперировал, он спасет столько людей, сколько он способен прооперировать. Человек, создавший чистый водопровод для деревни, да, создавший фильтры для этого водопровода, то есть исключивший болезни, спасет сотни тысяч людей в десятки, в сотни раз больше, чем любой самый талантливый хирург. Вот в этом и есть роль вот этого центра громадского здоровья. Более того, но помимо того, чтобы научить, дать людям эти фильтры, их нужно еще и научить ими пользоваться, чтобы они не ходили по старинке, там, воду в колодце или дождевую воду собирали, а чтобы они брали воду из крана. Вот в этом роль этих центров общественного здоровья, этих паблик хелс, в том числе, они, кстати, занимаются вакцинацией. В Одессе существует несколько компаний, которые, например, при поддержке облздрава существует эта компания «Заслон», которая обучает людей вакцинации. То есть это как раз та просветительская работа? Программа «Вакцинуйтесь с ведома», это со стороны врачей. В Украине есть великолепная инициатива, называется «Батьки за вакцинацию» Тимофей Бадиков. Очень много они просветительской работы делают, то есть много работы. Всех их тоже ругают, потому что в основном все это делается. Грантовые деньги идут много, здесь тоже обвиняют, что есть стороны интереса, естественно, как у нас принято, но тем не менее программы эти работают, программы эти обучают, и можно прекрасно прийти. Сегодня, например, было проведено, вот при поддержке ЮНИСЕФ и облздрава, было проведено большой тренинг, не просто лекция, а тренинг для акушеров по вакцинации беременных. Это одна из самых таких тяжелейших тем, потому что все боятся, особенно, да, мало просто боятся, тут боятся еще и беременные. Вот сегодня буквально он только-только закончился, насколько я знаю, по вакцинации беременных. Присутствовали все представители всех женских консультаций. А простые жители могут попасть в этот центр на какую-то просветительскую лекцию? Конечно, конечно. Или это больше специализирование? Ну вот, опять же, обращая внимание, сейчас закончился ремонт поликлиники на Глушко, и там постоянно проводятся лекции для родителей, главврач поликлиники ведет совместно с Екатериной Гуриенко, она тренер ЮНИСЕФ очень высокого класса, они постоянно проводят для родителей. И сейчас назначила в какой-то мере работать представительство вот этого «Батьки за вакцинацию» гражданской организации. То есть работа эта ведется, и работа будет расширена. Спасибо большое, дорогие друзья. К сожалению, остается очень мало времени. Давайте подведем итоги нашего голосования. Напомню, что вопрос звучал так. Делаете ли вы прививки от гриппа и или кори? В итоге 21% наших зрителей ответили «Да, делаем», и 79% ответили «Нет, не делаем». Ну, я так понимаю, что все-таки не очень положительные результаты, исходя из того, что мы успели сегодня обсудить. Спасибо вам большое. Напомню, что сегодня у меня в гостях был Роман Сейник, депутат Одесского областного совета, и педиатр Дмитрий Самофалов. Спасибо вам большое за этот разговор. Дальше у нас пойдут мировые новости. Я с вами не прощаюсь. Встретимся вечером. Будем обсуждать главные решения заседания Верховной Рады. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова